Привет, друг! Теперь каждую пятницу в 20.00 по Москве на нашем канале будет проходить стрим. А также каждую субботу в 19.00 игра с подписчиками на камеру. И ты тоже можешь принять в ней участие. Достаточно просто перейти по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте и написать мне, что хочешь тоже играть с нами. А также не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Погнали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня, ну как, наверное, и большинство плееров, мы будем играть в Симик Ока. Но только после ротации! В стандарте! Погнали! Да, 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 вы не ослышались. Это Симик Ока. Но, так как нормальное Око нас забанили, я решил по просьбе подписчика запилить видос на Око Проказники. Ну, ну кто? Кто еще для вас специально, дорогие друзья, сделает такое, скажу, скрафтит за два мифика, два Око Проказника, которые нигде не играют и очень-очень слабые. Но, тем не менее, сегодня мы будем пытаться ими убивать. За шесть маны четыре лояльности. За плюс один мы кладем два жетона, плюс один, плюс один, на не более чем одно существо под нашим контролем. Все. За ноль до конца хода Око Проказник становится копией целого существа под нашим контролем, и мы предотвращаем все попрежнения, которые должны быть нанесены ему в этот ход. То бишь, первая обилка это копии, а вторая обилка как у Гидиончика. А за минус семь, если мы вдруг накопим, до конца хода каждый существо под нашим контролем имеет базовую силу выносливость 10-10 и получает пробивной удар. То бишь, если у нас вдруг получится сделать ультимейт, то, по сути, это вин. Вин всей партии. Итак. Воу, 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 воу. Что-то прямо... Ну, чего жестко лагать? Понятны мне причины. О, нормально. Итак. Четыре золоченых гусыни. Когда ходят делать еду, все очень просто. Плюс у нас есть тут злобные волки, то есть нам еда не помешает. Четыре друидки райских кучей. Еще моноразгон. Две прожорливые гидры, которые когда входят, то имеют шанс либо стать очень здоровой очень рано, либо потом стать еще больше с пробивным ударом, либо убить существо оппонента, пофайтиться с ним, это достаточно мило. Две копии наглого воришки. Он либо за мелкую кражу возвращает перманент под контролем оппонента в его руку, либо за миг с полетом 3-1. Все очень просто. Две копии бронтодонта. Играть мы будем БО-1, поэтому бронтодонт в мейне. Он, конечно, должен лежать, извиняюсь, в сайде, но в мейне тоже ему, в принципе, комфортно. Вот. За 3 маны, 3-4, за 2 ману жертвы и ломаем артефакт 3 чары. Две копии двойника искры. Я, если честно, даже не знаю, нахрена я его положу, наверное, чтобы просто играть в связке с чудищем. Ну да ладно, он когда входит, становится копией существа или пленсволкера под нашим контролем, при этом выходит с дополнительным жетоном и становится нелегендарным. Что очень прикольно, потому что, допустим, если мы поставили чудище, потом поставили двойника искры, поставили ока, ока может стать копией двойника искры, который уже нелегендарный. Вот так вот. А злобный волк? Все просто. Кстати, да, как злобный волк, он может тоже выйти 4-4 сразу и нанести дамаг. Так, подраться, подраться, подраться. Да, а две копии Вивен, ловче звериного лука. Очень-очень-очень качественный пленсволкер в сегодняшнем мете. За 4 маны, 4 лояльности, плюс 1-2 жетона распределяет, к скрича получает трэмпл. А за минус 3 целевое существо, по нашему контролю, которое наносит повреждения, равные своей силе целому существу или пленсволкеру, то бишь, если у нас есть на столе заветное чудище, мы можем убить что угодно практически. А за минус 5 мы можем выбрать принадлежащую нам карточку из сайда и показать ее положить в руку. Но у нас в сайде ничего нету, поэтому можно, в принципе, было бы добавить, но мне, если честно, как-то я даже не знаю, и без этого она неплохая. Две копии всадника-терновника, помогает нам стабилизироваться, разогнаться. С захватом 5-6, все очень прикольно. Одна копия разделенного призыва. Что это за херня? За 5 маны инстанта. Мы ищем в библиотеке свои 2 карты существа с разными именами, показываем их и кладем в руку. Банс-банс-бам. Бам-бам. Что нам еще нужно? 3 копии пирующего короля троллейза. 6 маны, 7-6 с бдительностью и трэмплом. И когда он выходит на поле битвы, если мы разыграли его из руки, то создаем 3 фишки еды. За сак 3 фишек еды мы можем вернуть его из кладбища на поле битвы. Но активировать это, к сожалению, можно только во время своего хода. Да, это такой нюанс. 2 копии ока и 2 копии великана бового ростка, который тоже на ранней стадии помогает нам разогнаться, чтобы вы могли уже на 4-й ход уверенно ставить свои тушки большие, которых у нас, кстати, преимущество в деке. По мане тут достаточно все стандартно. 4-4, 2 скалочных прохода. Давайте перейдем к тестингу. Ну что ж, ребята, давайте пожелаем друг дружке удачи. Я надеюсь, что зайдет. Что не будет прямо адских крюков, флутов, мулиганов и всего остального. Да, также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. О, все, оппонент найден. Окей, кстати, да, вот только что сбросился рейтинг. Ну, по сути, я только что зашел. Ну, норм. Это чудище на 4-й ход наверняка. Даже на 3-й, на 3-й ход. Чудище на 3-й ход. Потом на 4-й двойник искры, 2 чудища в атаку. Я думаю, что если так получится у нас сыграть, то мы будем в огромном плюсике. Форрес нам однозначно не нужен на топ-деке. И так, мана у нас предостаточно на руке. Давайте посмотрим, чем же играет наш оппонент. Горой играет наш оппонент. И по борникам это моно-ред. Это не очень круто, но если у нас получится писать чудище, то это будет очень круто. Давайте, друидка. И... Ход. Почему эти... Вообще, лисы лают? Нет? Я еще не могу понять. Меня это прямо коробит. Ой, да это не моно-ред. Это... Это кнайты. Ну, ладно. Нет блока. Это кнайты, ребята. Давайте. Чудище. Бам! Ходи. И тут оппонент уже начал думать, да? Интересно, это мардук кнайты или бороск кнайты? На самом деле, сейчас адекватных кнайтов можно собрать в любом цвете. Капецо. Плюс два, плюс два. Ну, окей. Да, снарядил. Круто. Оооо, хочу ли я блокировать? На самом деле, не особо. А то я чувствую, что там что-то типа плюс... Два, плюс ноль есть. Есть у меня такое ощущение. Да, я был прав. Ну, давайте. Да? Интересно. Интересно, интересно. Это не то, что я хотел подробовать, если честно. Но давайте двойника. Выберем как копию чудище. И атака всеми. Однозначно. На одиннадцать. Что ли? И ход. Вот сейчас будем уже блокировать. По-любому, однозначно. На следующий ход пытаться убить. Не думаю, что он мне сейчас двух чудищ разберет. Даже если разберет, то у нас есть наше чудище. Ооо, пошли в атаку. Окей. Ну давай, этот сюда. Этот сюда. Блок. Если хотя бы одно чудище переживет сейчас, то мы выиграли. Мне так кажется. Вопрос в том, кого ты хочешь сохранить, да? Темпа тут нету? Ой, 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 ой. Прямо все у нас умрут. Все чудища у нас умрут. Ну ладно. Да. Неприятно. Очень-очень неприятно. Ну ладно, пока. Ну пока, ладно. Так, ну давайте чудище. Что-то прямо нам ничего кроме чудищ не идет. Давайте атака. Вот этим вот одним. Получится ли у нас? Получилось. Лужа. Затапанная. И ход. В принципе, если сейчас оппонент дропнет еще одну землю, то у него есть все шансы поставить Эмберклиф. Да, это наша смерть. Но нет, Эмберклифа нету. Это хорошо. Интересно, кем он сейчас пойдет в атаку. Окей. Это нас сейчас не парит пока. То есть пойдет ли он двумя в атаку или не пойдет? Если пойдет только этим, то я вставать в блок не буду. Он сюда решил снарядить. Окей. Это для нас очень огромный плюс. А, он не пошел в атаку. Хорошо. Тогда что делаем? Двойник. Вот сюда. Атака. Два чудища в атаку. Что будешь делать? Кого менять? Так. Этот сюда придет вставать. Да. То есть это он получает в жертву. Просто-напросто. Ну и... Лужа. И ход. Наверное, надо было все-таки протоковать. Хотя нет, она бы умерла. Ладно. Так он нам чудища повыносил уже прилично. С ними рыцарями. О-хо-хо-хо-хо-хо. Какой неожиданный дроп для рыцарей. Ладно. Так. Блин. Что-то прямо нас флудит. Вот я как и говорил. Нам ничего нормального уже не может прийти. Ну ладно. Давайте пока ход. Это получается, если он сейчас не ставит эталона. Ему придется поставить эталон. То тогда он его подискартит. Эти нас не волнуют, потому что они не блокируют. Поэтому, ну как бы, хрен-то с ними. Ставь эталон и не тупи. Нет, решил его подискартировать. Ну ладно. Говорит, нахер этого эталона. У меня была мана, чтобы его поставить. Но я решил его не ставить. Это ошибка. Конечно же. Это, конечно же, ошибка. Так. Ты проиграл. Ладно. Хорошая партия. Они же не блокируют. Поэтому даже если он сбокирует чующе, друидка пройдет. Все. Вот и все. И вся игра. Глупо. Глупо, глупо, глупо. Совершал кучу ошибок. Ну ладно. Первая сональ. Итак. Следующий оппонент найден. Давайте будем пытаться. Ладно. Давайте попробуем. Третью бы землю для надежности. И вообще будет шикарно. Спасибо. Можно на четвертую землю для надежности. Хм-хм. Да, пускай будет. Не та, конечно, земля. Лучше бы растапанную, конечно. Ну ладно. У. Против черной колоды играем. С черно-белой колодой играем. Ну ладно. И друидка. Следующий ход поставим. Или волка, или чудище. Я думаю, что лучше бы чудище. Хотя, если сейчас поймут сыграть какую-нибудь критичную кричу, то, конечно, волк. Ну, окей, брат. Это было не критично абсолютно. Чтобы уже не земля, точно. Бронтодон. Да, давайте пускай бронтодон. Я чувствую, что это черно-белый контроль. А значит, там есть чарка, которая дает минус один, минус один. И бронтодон нам точно туда не помешает. Так, ну что? Предлагаю воткнуть чудище. Да, давайте. И, наверное, в атаку сходим. Сразу же. Конечно, в интересах оппонента сейчас убить чудище, в первую очередь. Не друидку. Ну, вполне ожидаемый гневка. Вполне ожидаемый. О, нормально. Давайте тогда волк. Он, конечно, сейчас никого не убьет, но там особо, по-моему, так и так, по-моему, убивать-то некого. Так, есть храм. Оппоненты явно готовятся к тому, чтобы поставить чарку. Всадница, да? Всадница. Обидно. Так. Ну, давайте дру... А-а-а, опасно. Как друидку-то ставить? Давайте око, ладно. Пусть у меня будет око наставить. Плюсанем. И ход. Так, он ловко всех разобрал. Тут у нас ремовалы. Два уже ушли. И всадница. Всадница-задница. В самом деле, был бы у нас гусь, да? Был бы токин еды, то волк у нас. Ха-ха. Все-то у него есть. Все-то у него есть. Ну, ладно. У-у-у, а у нас тоже кое-что есть. Пороть. Хадди. Нету, нету шестой земли оппонента. А-а-а, ну ладно. Блок. А что, погенеться? Ну, погенешься один раз. Или что там? Здесь фигура, минус-вам минус-два, нет? Нет. Можно, кстати, было бы снаглить и поставить бронтодонта. Давайте поставим бронтодонта. Что, типа, если он поставит чару, то я сразу ее снесу. Конец, хода. Если он ничего не поставит, не будет масс-ремовал, то мы, скорее всего, выиграем. Ну, если огня в качестве внезапной. Нам не попадется? О-о-о! Да тут еще синий цвет есть. Обалдеть. Обалдеть. Ладно. Хорошо. И мортифай. Полный порядок, да? Два бронтодона. Да. Я верю тебе, друг. Верь. Правда. Говорит, trust me. И еще Тефери. Видимо, этот Тефери заберет вот этого бронтодона. В руку. Ладно. Ну, что делать? Бывает. Всякое. На самом деле, надеюсь, что мне Бивинг какая-нибудь придет. Или такая. Ну, давайте атака. Бьем Тефери. Чтобы он на скорости инстант не играл, да? Свои плюхи. И давайте. Гидра на 5. С автооплатой. С удвоением жетонов. Конечно, Ниса. Ой, Ниса. Господи, Вильян была бы лучше. Или Ока еще одну. Тефери 2 жетона. В плюх и в атаку. Ну, что делать? Тогда даже бронтодон как бы является Винконом в данной ситуации. Ну да, смотри. Двойник Искры, видимо, сейчас уйдет. Покинет нас двойник Искры. Но я так чувствую, что там должен быть еще масс-ремовал. Прямо вот сейчас вот. Хотя, если он до сих пор не играл в тирании мыслей, значит, он подорвался в тирании мыслей, скорее всего. А вот и клятва Кая. Колокольный призрак. Но это не Винкон. Ой. Ой, не то слово. Атака. Ну что, вторая победа за нами. Ока. Дека на Оке. Хотя Ока себя не показала, но тем не менее. Хорошо. Мой противник здесь. Можно играть. Так. Что я могу сказать про эту руку? Нормальная рука. Конечно, многовато всего, но, конечно, если у нас, например, бибень, то это будет круто. Гусыня. Приход. Опасно. Опасная гусыня. Опасная. Гуляка. Интересно. Интересно. Очень, очень, очень интересно. Давайте. Друидка. А может еще гуся поставить? Стоит ли оно того? Я думаю, нет. Хай. Как бы это не дает нам дополнительную мау на следующий ход, поэтому и смысла нет. Так. Ну ладно. Ну ладно. Лужа. Давайте лужу. И давайте. Сюда вот. Подтвердить. Да, подтвердить. Стампинг тайм. Стампинг тайм. Это точно. Еще ж, Нинцы. Ну и теперь надо, конечно, убивать. Угу, угу. Угу, угу. Давайте одного. Жнеца мы в руку вернем. Давайте с одним. Файтинг. Да, конечно. Давайте, наверное, еще друидку. И ход. Даже нет, конечно. Да, замок. Без Б. Ничего не стал делать. Так. Хм. 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 Вот сюда. А. Вот и олень. Блин. Блин, блин, блин. Ну ладно. Вот сюда, по крайней мере. Каунтеров закину. Такое с хэкс-фруфом. 4-3. Как надо. Атака. На два по воздуху. И. Еще гусыни. Азарт возможности, да, конечно. Вообще интересно, он оппонента дека, конечно. Очень. Неужели он пытается убить крысатника? Ну ладно. Это без проблем. Я сделан для конфликтов, так как это. Ууу. Это круто. Окей. Так, у нас двойник искры. Двойник. Скопируем виген. За минус 3. Подеремся. Плюс о нем. Сюда. И. Да. Подтвердить. И давайте в атаку. Всеми. И ход. Я сейчас убью гусями. Блин. Вот. Убью гусями. По-любому. Хочу убить гусями. Что-то там думает оппонент наш. Ставить ему безумного крысатника не ставить. Может шок подроул. Или ремовал какой. Оу. Оу. Этот не блокирует. Не может блокировать. На него пофигу. Так. Эм. Хм. 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 Ну ладно. Неужели он заставит посакать кричу? Ставится мы не подроем землю. Мы не убьем. Гусями. Сбросите карту. Ладно. Нам принесли жертву существо. Ну ладно. Нам сейчас ну очень нужно подробовать землю. Спасибо. Сюда. Бам. Сюда. Это самая невероятная победа. В моей жизни. Давайте сделаем. Зеленую ману. О, ка проказди. Ооо. Ооо. Ха-ха-ха. Ес. 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 Лучшая декомета. Просто лучшая. Ну что, ребятки. Сыграем последнюю партию. Я на самом деле так удивлен, что мы хоть что-то выиграли. Ладно. Давайте кип. Я просто в шоке. Честно. Что даже если мы эту игру проиграем, и я не расстроюсь. Вообще не грамма. Все и так мега просто круто. Ну что, друг? А, ты смолеканился? Окей. Айти гусь. Убивали когда-нибудь гусем? Ха-ха. Я просто до сих пор не могу... Что нашлось в интернете? Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто до сих пор как-то не могу отойти от предыдущей игры. Угу. Ха. Ха. Ха-ха-ха. Угу. Давайте кип. И ход. Так. Друидка. Нет. Друидка. О. Это лужик. Чудище хочу. Можно? Только не контур спел. Пожалуйста. Ес. Это не контур спел. Атака, 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 атака. А, блин, я хотел пока анимация работает проатаковать. Что, в руку вернешь? Неужели? Воришкой. Ха, ладно. Так. Ну, давайте храм. Земельку бы сейчас. Стоп-дек. Это не совсем земля. А это круто тоже. Блин. Давайте кипнем. И ход. И оппонент задумался. Да. Выбор. Без Б. Я, если честно, хочу даже сделать еду. Вот хочется сделать еду. У нас же жрели на столько ничего нету. У флэша. Ну, блин. Ладно. Так, ладно. А, ну пас. Давайте сделаем еду. Что ж, только под контролем оппонента, да? Да. Это плохо. Так. Всадник терновника. Или чудище. Или всадник. Или чудище. Блин. Что бы выбрать? Что бы выбрать? Всадник, когда вообще было бы круто поставить. Давайте чудище покажу. Заветное. Давай, давай, давай. Контерспелл. Трать контерспелл сюда. Давай. Ну. Зловещая диверсия. Ворсенс. Окей. И ход. Вот надо тебе было не опт играть, а, блин, на этого. Тогда бы сейчас он стал 4-2. Это уже серьезно угрозно. Что-то даже так неожиданно, что я аж охренел. Ну, давайте попробуем всадника. Завтра оплату. Ну, что-то мне так кажется, что мы тут не алло вообще. Хм. Там, наверное, волк есть. Хотя, блин, у нас два всадника есть. Сдерживаю. Окей. Теперь я очень надеюсь, правда... Зачем оппонент вообще вот это вот, если он все равно играет на флэше? Чего он хочет в своем инфо выиграть? Охотников? Ну, окей. Хм. Давайте чудище попробуем. Ну, это глупо было. И версия. Ладно. Ну, ходи. Получается, и свой уход он просрал, и мой уход он просрал, и ничего в итоге не сыграл. Понятно, осталась одна карта и фея. Ну, интересно. То есть, то это, то это вот вообще ненужная карта. Если он сейчас еще что-то сыграет в свою мою фазу. Серега. Что он не положит океаном. Ну, ладно. Видимо, так ему надо. Ам. Ну, ладно. Давайте всадник. Хочу землю. Хочу землю. Садник-то захватом. Хочу землю. Есть земля. Неплохая земля, кстати. Кейс, а есть ли он сейчас выжить? Правда, в двух таких вот чуваков. Да вообще, да не то. Нет захвата? Ладно. Ход. Нам вот еще одну землю надо, смотрите. Мы играем нагло в варишку. Баунсим волка. Ставим своего волка. Убиваем волка оппонента. При этом делая... Раз, два. Раз, два, три, четыре. А, нет, две маны. Да все. Окей. План отменяется. И не пошло в атаку. Но, тем не менее, положил себе двух токенов. Ладно. Так. Что я хочу? Что я хочу? Я могу, в принципе, поставить себе гидру. На три, да? И сделать ее в два раза жирнее. В принципе, это неплохой план. Давайте попробуем. Опять маны затапаем. Автооплата. Сдерживание. Да, я доплачу. Я доплачу, доплачу. Как доплатить? Автооплата. Ну, как знал. Вот даже. А, теперь у нас вариант. Либо подраться, либо не подраться. Давайте вот теперь, наверное, выберем подраться. Убьем хотя бы флайера, а то он, блин, напрягается. И ход. Даже если только мы можем все-таки делать гидру больше. Главное, в аду придумать. Как же разобраться с этими охотниками? Ну, никак не разберемся. Вот никак. Фу, проход. Так. Теперь. Пожертвуем, правда. Ход. Найдем себе, наверное, синенькую. Че, попробуем притворить наш план к действию. Или нет? Давайте попробуем. Наглый воришка. А. Херня, да? Наглый воришка. Наглый воришка полная хрень. Так. Давайте сделаем тогда еду. Давайте скажем, злобный волк. С диверсией. Ладно. Ну, это смерть. Хе-хе-хе-хе. Это смерть. Наверное. Ладно, ход. Тут мы, наверное, зацелились. Да, два таких вот. При том, что у нас нет практически никого ремовала сейчас. С собой. Это хреново. Ну, пас, че. Понимаешь, вот так? Пошел всеми в атаку. Итак. Вопрос, в кого вставать блок. Если мы уберем трех крич, то нам проходит на двадцать. Давайте пробуем расставить блокеров, да? Сюда, как минимум. Наверное, сюда. Да. 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 Блок. Блок. Ладно. Этого хотя бы увестись в комбат. Ну, и да и все. Не получился наш финт душами. Ну, ладно. Ну, что, ребята. Да, понравилось. О, нет, я не только хотел нажать. Ну, ладно. Ну, что, ребята. Надеюсь, вам понравилась эта дека. Я прямо кайфанул. Честно. Тут знаете, что не хватает в сайте? Вот не хватает как раз этих цератопсов. И вообще, тогда будет проще жить. С вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Если хотите поддержать канал, то вы можете задонатить по ссылкам в описании. Всем удачи, всем пока и хороших топ-деков. Субтитры сделал DimaTorzok